Герои среди нас. Вечером 4 января в частном доме на улице Чехачева произошел пожар. Без жертв обошлось лишь чудом. В последний момент из горящего строения соседи вытащили бездыханного владельца дома. Я выбежал из помещения. Очень было дымно и дышать нечем было. Набрался воздух, но дышался, включил фонарик на телефоне. Я опять забежал в помещение и уже кричали его. И он подал какой-то признак там. Я уже нащупал его в середине комнаты. На полу он лежал. И вытащил на улицу. Горело сильно. К месту пожара сбежались жители соседних домов. И владельцу вспыхнувшей постройки снова повезло. Среди собравшихся оказался бывший сотрудник противопожарной службы. Он-то и приступил к реанимации. Я посмотрел на его, живой ли он. Оценил ситуацию таким образом, что ему нужна срочная скорая помощь. Потому что признаков жизни он как-то бы не подавал. После этого мы стали дожидаться пожарных, а затем скорой помощи. В процессе ожидания делали ему реанимационные мероприятия. После чего он очнулся, начал подавать признаки жизни. Мы его накрыли тут тканью, чтобы он не замерз. Спасатели, прибывшие на место ЧП, комнату потушили. Медики пострадавшего увезли. Говорят, еще бы немного в дымном помещении и не спасли бы. Причина пожара устанавливается, но человек был в состоянии сильного алкогольного пьянения. Соответственно, рассматривались несколько версий, в том числе и неосторожно обращение с огнем. Действия были правильные. И самое главное, они были своевременные. Человек был госпитализирован на последующем с отравлением угарным газом. Но еще бы немножко, и, соответственно, он мог там задохнуться. Дмитрий первый без раздумий бросился в дом спасать непутевого соседа. Раньше за собой героизма не замечал, а тут понял, иначе никак поступить нельзя. Не побоялся даже за собственную жизнь. После этого, конечно, они сказали, что это опасно все забегать. Но тут такая ситуация, когда его мать кричит, помогите мой сын. Тут медлить не было ни секунды. Дмитрий, как и положено герою, человек скромный, признания не ждет. О состоянии соседа он узнал. Мужчину после сильного отравления угарным газом уже выписали. Домой он, правда, еще не вернулся. И людей, которые его спасли, не поблагодарил. А вот сотрудники МЧС обещают участников спасения представить к ведомственным наградам. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.